Турнир по теннису проходит в Люберецком городском округе. В нем принимают участие ребята со всей страны. Соревнования проходят в теннисном центре Подмосковья при поддержке группы компаний IP Home. Они регулярно организуют подобные мероприятия. Наша группа компаний занимается поддержкой развития детско-юношеского спорта, не только тенниса, а легкая гимнастика, тяжелая атлетика, шахматы, то есть любые спорты, даже киберспорт мы проводим соревнования. У нас просто такая социальная миссия нашей компании заключается в том, чтобы помогать развиваться детям, потому что у нас у самих много детей, и мы видим, насколько это полезно для развития ребенка. Мы считаем, что надо поддерживать его. То есть мы занимаемся бизнесом, и надо иметь социальную ответственность. Группа компаний организует соревнования по разным видам спорта, даже по киберспортивным дисциплинам. По теннису в этом году это первое, потому что была пандемия, как бы невозможно было проводить соревнования, а так у нас год проводится до 10 мероприятий. То есть это и легкая атлетика, и киберспорт, и все остальные мероприятия. То есть мы стараемся, наша группа компаний, хотя бы раз в месяц проводить какое-то мероприятие, нацеленное на развитие именно детско-юношеского спорта. В теннисном центре Подмосковья уже 10 лет подряд проводят всероссийские соревнования. Кубок Айпихом собрал спортсменов со всей страны. На этих соревнованиях зарегистрировано более 100 участников. На Кубок Айпихом приехали люди со всех городов России в двух категориях. Мальчики и девочки до 13 лет, мальчики и девочки до 17 лет. Сейчас идет ожесточенная борьба, кто займет первое-второе место. Завтра будет финал, будет награждение. Будет приедет наша глава, ждем его в гости. Будет организована торжественная часть, награждение, будут призы, колонки такие, вай-фай в качестве подарков подарим. Ну, желаем успехов, как говорится, болеем за московскую область, в Москву. Надеемся, что наши победят. По мнению генерального директора теннисного центра Подмосковья Дмитрия Будникова, спорт в нашей стране развивается, и молодежь интересуется теннисом. Мы активно занимаемся пропагандой здорового образа жизни. Показываем примеры своим жизненным, и учим, обучаем игре в теннис. И взрослые приходят, и дети с 4 лет начинают заниматься. Многие, которые попробовали теннис, играют всю жизнь. Игры длятся всю неделю для определения сильнейших участников в трех категориях. Одна из юных спортсменок Кристина Лютова. Она занимается теннисом уже 6 лет. За ее плечами множество побед и участий в международных турнирах. Кристина мечтает стать профессиональной спортсменкой. Играла во Франции в Муратогло Академии два раза. Первым я выиграла до 11 лет второе место, а второй раз, когда на следующий год приехала, я до 11 выиграла первое, а до 12 лет второе. Большой теннис – сложный вид спорта. Чтобы добиться успехов, нужно посвятить всего себя этому занятию. Каждый день я смотрю на наших ребят, которые прикладывают много-много усилий для того, чтобы выбиться хотя бы в турниры российского теннисного тура. Это, конечно, огромная непосильная работа. Конкуренцию мы вполне можем составить. То есть мы ее составляем ежегодно. Мы видим в списках уже профессиональных турниров фамилии наших россиян. В соревнованиях приняли участие двое спортсменов из Раменского городского округа. Награждение победителей состоится 7 августа. Антон Карташов и Сергей Дружинин для программы «Городские вести». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!